Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад за всех там увидеть. Ну что же, давайте сегодня пробежимся прямо сейчас по нашему расписанию, которое нам предстоит. Во-первых, это домашняя кубковая игра против Уэст Бромвича. Дальше домашняя против Манчестер Сити. Вызная в Лиге Чемпионов против Виктории Плезень и домашняя против Сангемптона. То есть самый такой серьезный матч, мне кажется, это именно с Манчестер Сити, но с Викторией Плезень, мне кажется, мы обязаны набирать очки даже вторым составом. Поэтому сейчас против Уэст Бромвича и Виктории Плезень я, скорее всего, отыграя вторым составом, но против Сити и Сангемптона я выйду первым. Поэтому состав на ваших экранах. Челси против Уэст Бромвича. Поехали! Итак, Стэнфорд Бридж, третий раунд, кубка Карабао Кап. Челси принимает Уэст Бромвич. Мы начинаем. Поехали! На подаче. Прям на Алонсо идет, и Алонсо забивает. 26-я минута, не забил, так сказать, с игры. Когда сам лично пробивал подключение в атаку, когда у Маркса Алонсо было. Ну а здесь шикарно со стандарта получилось забить. Ну и супер. 1-0. Челси выходит вперед. Вернер неплохо развернул. И на Маунт отлично здесь подключение Мейсона Маунта. И это сразу же второй идет. Поэтому ребята молодцы. Куют железо пока горячо. Ну и правильно делают. Надо забивать, пока соперник где-то расслаблен. Либо сейчас они наоборот более выдвинулись в атаку. Потому что сравнивать нужно было. Но здесь уже второй мяч сразу же пропускают. Вернер отлично отдал на Мейсона Маунта. Ну и тот шикарно все реализовал. Кувачич выиграет вверх. Сауль неплохо. Мейсон Маунт. И подача на дальнюю. И здесь уже, я не понимаю, здесь либо Фурлонг, либо Пулишич забил этот гол. Давайте я скипну. И мы просто посмотрим, на кого. Все-таки на Пулишича записали, поэтому замечательно. Три мяча мы забили за 40 минут. Ребята, молодцы. Сарш шикарно поборолся. Хоть и покинет, уже сам понимает команду. Как только найдут ему замену. А вот Этима Вернер. А вот Этима Вернер. 4-0 к перерыву. Вы просто посмотрите, что творит лондонская Челси. Забивает 4 мяча за 40, ну можно сказать, уже 45 минут. Поэтому ребята, молодцы. Все шикарно сделали. В этом матче. Так, интересный момент. Вот сейчас вот Вест Бромич в атаке. Как-то дают распасовываться партнеры. И все-таки пропустили. Я говорил, что не нужно расслабляться. Но как-то вот сейчас вот абсолютно давали все пространство. Давать передачи. Не прерывали мы. Вот пропустили. Но, кстати, Вест Бромич уже третий матч в Кубке Карабао проводит. Мы только первый. И вот так вот они отлетают сразу же от Челси. Не получилось. Но здесь и вторая подача. Кстати, арбитр даже не дал продолжить эту атаку. В любом случае, отличная. Разгромная победа. 4-1. Над Вест Бромичем в Кубке Карабао. Ребята хорошо себе показали. Не было какого-то явного у нас игрока по этому матчу. Забили разные авторы. Причем даже голов. Поэтому вот мы наиграли на 5 мячей. Ну и Вест Бромич наиграл на свой единственный там вот мяч. Посмотрим по оценке эффективности игроков. Играли мы сегодня абсолютно без замен. Лучшим стал Маунт. У него гол плюс 2 голевые. Дальше Вернер. Ну и ниже 6 и 0. Никто оценку не получил. Вот только Кепа. Наверное, из-за того, что у Вест Бромича вот два удара. Всего лишь один мяч он все-таки пропустил. Итак, Баркли все-таки сдан в аренду. Он перейдет зимой на полгода в Лестер-Сити. Получит в любом случае игровую практику в английской премьер-лиге. Поэтому тоже вот неплохо. Так, у нас предложение по Лофту Сучику. Мы его выставили, да, в аренду. Предлагали и Леванте, и Интер его взять. Ну вот Ювентус хочет взять его в аренду. Но с правом выкупать. Сейчас, как только, наверное, скажу, что мы не согласны, сразу же Ювентус будет говорить. Ну, значит, мы тоже не заинтересованы в этом. Смотрим, да, они не будут, потому что аренда не загорелась. Слово «синим». Как только загорается «синим», то, значит, они еще готовы вести переговоры. Значит, нет. Ну, так вот неплохо, конечно. Хотели и в аренду взять, и потом просто выкупить нашего Лофту Сачика. Нет, так не пойдет. Сейчас мы идем на шестой строчке, играем против Манчестер Сити дома, которые идут на второй, ну и посещаем пресс-конференцию. В прошлой игре вы одержали блестательную победу. Как вам кажется, ваш соперник Манчестер Сити нервничает. Я не знаю. Ну, команда великолепно играла, ответим так. Ваша команда показывает довольно нестабильные результаты. Что вы, как главный тренер, думаете о таких скачках формы? Ну, игроки в скором времени выбирают игру. Потому что я на это действительно надеюсь. Иногда игроки подходят к игре расслаблены, не ощущая давления. Как вы намерены добиться ответственной и серьезной игры вашей команды в этих условиях? Игроки все знают, действительно. Потому что не надо им объяснять, что Манчестер Сити сейчас и выше идут. И, в принципе, серьезный соперник. Поэтому выйдет у меня сегодня действительно основа. Поэтому наши игроки заряжены. Наш лучший бомбардир – это Дима Вернер. Но он во втором составе, так сказать. Поэтому посмотрим. У них Моррес в центре. Странно, кстати. Канцело у них слева играет. Жезус справа, как вы видите. То есть какие-то, я не знаю, баги, не баги. Но странная вот расстановка у Манчестер Сити. Ладно, Челси Сити, АПЛ. Поехали. Ну что же, Стэнфорд Бридж. Очень важная для нас игра. Мы как-то неважно начали в английской премьер-лиге. Сейчас идем на шестой строчке. Нам не показывают, кстати, здесь какой тур. Английской премьер-лиги. Но да ладно. В любом случае, Манчестер Сити идут выше нас. Поэтому нам нужно набирать свои очки. Переигрывать даже таких соперников. И возвращаться на, желательно, ну вот, топ-3 Английской премьер-лиги. Акимзи, ешь неплохо. И как сейчас Анголо Канте. Вот Лукаку долго как-то так думал, забегать, не забегать. Все-таки мяч он получает. И Лукаку! 1-0. Первая же атака и шестая минута. Ромео Лукаку забивает гол. Вводит вперед Лондон Скайчелс в очень важном, действительно, матче. Шикарно начал сезон, может. Морес опасный момент. И 1-1. Как-то сейчас Минги не стал даже прыгать. И не из-под защитника пробивали, чтобы закрыть ему обзор прямым таким ударом. Но вот Минги как-то сплоховал, мне кажется. Ромео Лукаку. С мячом сейчас Бельгиец. И можно и бить. И как сейчас сыграл Лукаку. А забивает уже дубль. Снова выводит вперед Челси в этом матче. Замечательно. 19-я минута. Мы уже увидели с вами 3 забитых мяча в этом матче. Стерлинг. Пошел здесь в отрыв. И снова пропускаем. Вот почему вот опять же такой же удар и Минги вообще ничего не тащит? У меня вот такой вопрос. Ладно, защитники там как-то провалились. Но там скоростные все-таки игроки. У нас нету прям таких скоростных защитников, чтобы успевали за нападающими. Но в любом случае, где Минги? Где хотя бы хоть какая-то там попытка забрать этот мяч? Сейчас хорошая была попытка у Лукаку. Но он попал в штангу, к сожалению. Поэтому хэтрик пока что откладывается. Зиеш. И это хэтрик. Это хэтрик Лукаку. Ворота Манчестер-Сити. Вот так вот. Шикарно играет сегодня у нас Ромео Лукаку. Ну вот. Отпразднует гол с болельщиками. Хотя в первом тайме все говорили именно про Габриэля Жезуса. Что у него сезон какой-то на века. Но вот Лукаку. Творит историю и забивает покер. Ворота Манчестер-Сити. Шикарная игра Бельгийц сегодня. Но. Просто вот возвращение блудного сына. Шикарное. Произошло. Четыре мяча. Ворота Манчестер-Сити. Я не знаю. Каждый удар у нас в ворота залетал. Поэтому этот матч имени вратарей, мне кажется. В кавычках, естественно. И. Как сейчас провалился вот здесь вот у Волкера. Кай Хаберт. Выход один на один. Все-таки передача на Зиеша. И Зиеш забивает, увеличивает. Преимущество 5-2. Челси громит Манчестер-Сити дома. И все. Заканчивается матч. Счет, естественно, куда-то пропал вниз с командами. Опять какой-то баг. Уже даже и я забыл, какой счет. 4-1. О, 4-2 вроде. Или 5-2. 5-2, да. Потому что Лукаку забил 4 мяча. Вот Зиеш. 1. Хорошая победа. Ребята молодцы. Разгромили Манчестер-Сити как следует. Ну, мы, в принципе, наиграли даже и на 6 мячей. Вот. Ну, а Сити забили абсолютно все свои моменты. Вот. 1-8 по СЖ. 2 изобили. Поэтому Минги ужасно сегодня отыграл. Вот. 5-1. Оценку абсолютно заслуженную получает. Никаких спасений от него не было сегодня. Ну, и Лукаку. Игрок матча. 4 забитых мяча. Зиеш. Гол плюс пас. И голевые отдал Жоржиньо. Канте. Перейро. И Кай. Хаммертс. Так. Ну, за первых, маунт прокачался. И теперь может играть на позиции ПФА. Вообще замечательно будет на своей. Ну, в принципе, родной такой позиции. Чтобы без всяких там вопросиков у него было. Смещений всяких. Потому что, ну, некомфортно ему было играть. Вот этот восхитительный знак в плашке меню горел. И также про развитие мне сказали Рикардо Перейро. Вроде тоже что-то там прокачался. Именно по своей. Как много у нас игроков. Вот. Так. Планы развития. Так. Он получил, я так понимаю, 85-й рейтинг. Ну, и пусть теперь будет вот оборонительным фланговым. Меньше всего здесь по времени. До рейтинга 86. Да, действительно, прокачался. Теперь у него 85-й рейтинг. Поздравляем его с этим. Итак, Канте с нами хочет поговорить. Я в хорошей форме. Впереди более важный матч. Я скажу так. Потому что вторым составом я хочу выйти против Виктории Пельзень. Вот. Они идут тем более на четвертой строчке. Они проиграли Мальму. Поэтому я думаю, здесь проблем нам сильно не доставят. Так. Пресс-конференция. Лукату находится в хорошей форме. Ротация очень важна, скажем так. Потому что Вернер выйдет в этом матче. Лига чемпионов началась для вас неудачно. Сегодня команда сможет одержать первую победу. Средоточимся действительно на предстоящем матче. Вы только что провели тяжелый матч против клуба Манчестер Сити. И теперь вас ждет игра с клубом Виктория Пельзень. С учетом тяжелого графика вы планируете ротацию привычного состава. Изменения возможны. Ответим так. Потому что действительно с другим составом абсолютно будем играть. Не тем, который играл против Манчестер Сити. Так. Ну что же. Этот состав у меня полностью готов. Так что сейчас посмотрим, как и он сыграет. Первым не получилось у нас обыграть Ювентус. Тем более мы 1-1 сыграли Лукату. Тогда единственный гол забил. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну что же. Виктория Пельзень. Челси. Корт Лейн. Нелицензионный стадион. Дождь еще будет. Сейчас во время матча. Поехали. Ну что же. Лига чемпионов. Челси против Виктории Пельзень. Точнее наоборот. Виктория Пельзень. Пельзень. Против. Лондонского Челси. Принимают сегодня. Это Чехия, если я не ошибаюсь. Вот. Они проиграли Мальмо. В первом туре. Ну а Челси сыграли в ничью с Ювентусом. Проигрывая по ходу матча у себя дома. В итоге 1-1. И на последних минутах там Лукаку просто ну вот. Вырвал хотя бы вот одно. Вот это вот единственное очко. В этом матче. Мэйсан. Мэйсан с мячом. Отлично. Проходит. И подавает. Здесь можно на дальнюю. Тима Вернер 1-0. Все супер. Немец забивает в первой же своей игре в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Ну и супер. Вроде он не выходил. Если я не ошибаюсь с Ювентусом. Сейчас посмотрим. Нет, кстати, выходил оказывается. Оказывается, его поменял. После, наверное, забитого мяча от Ромео Лукаку я Вернера все-таки выпустил. Маунт шикарно проходит, а? И на Вернера. И 2-0. 2-0. Безовсайдный. Надеюсь, да. Табло поменяли счет. Поэтому замечательно. 49-ая минута. Дубль. Тима Вернера. На выезде в Лиге Чемпионов. Ну, здесь шикарно. Шикарно здесь было все. И удар с подкрутки. Хорошая передача. Ну, и реализация Тима Вернера. Ну, и стал лучшим бомбардиром Челси в этом сезоне. А вот и Тима Вернер. И какой удар это хэт-рик. Это хэт-рик Тима Вернера. Шикарную игру показывает немец сегодня. Ну, и все. Все планы, наверное, которые были у Виктории после даже первого тайма. Все сразу же рухнули. Хороший, действительно, матч провел Тима Вернер. Ну, и все. Для нас вообще шикарная победа. Если так и будем держать. В плюс три мяча. Против Виктории Плезень. Против Мальме. Ну, и просто убедительно надо сыграть с Ювентусом. Все. Финальный сесток. Челси добивается первой победы в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Разгромили на выезде Викторию Плезень. Со счетом 3-0 Вернер забил хэт-рик. Четыре удара. Три забитых мяча. Хорошая статистика для него. Ну, и давайте посмотрим, что у нас по XG. Мы наиграли на пять мячей. Виктория даже не наиграла на 0-5. Так сказать, всего лишь один удар. Они нанесли. Вот. Ну, и по эффективности игроков. Давайте мы тоже это посмотрим. Ну, 10-0 у двоих игроков. У Вернера и у Маунта. Маунт отдал две голевые передачи. Ну, и ниже семерки получил Кристенсен и Джеймс. Так что, скорее всего, там либо потери у них какие-то были, либо неточные передачи. Так, у нас уже 1 октября. У нас ежемесячный отчет в молодежном нашем составе. Марвин Ван Дайп у нас также тренируется. Центральный полузащитник. Потенциал у него хороший, действительно. Но даже если я его возьму в команду, не будет он у меня пока что играть. Даже если и с рейтингом 60, я его как-нибудь там в аренду, может быть, зам. Поэтому пусть он пока что тут тренируется. Ему план развития поставил бокс-то-бокс. Пусть прокачивается. Поэтому, ну, пока что так. Полузащитник с левой ногой очень ценится. Итак, нам пришло предложение от сборной Австрии, чтобы мы возглавили эту сборную. Мы отклоняем. Ну и в сборную у нас отправились. Лукако в Бельгию, Канте во Францию, Аспелико это Сауль в Испанию, Переро в Португалию, Жоржини в Италию и Кристенсен в сборную Дании. Ну что же, сейчас перед седьмым туром мы идем на пятой строчке. Вот так вот практически догнали Манчестер-Сити. Минимальное отставание. Но пятое место тоже неплохо. Но в любом случае задача у нас вроде как выиграть чемпионаж. Сейчас мы посмотрим именно так. Домашний успех. Да, выиграет чемпионат, а мы сейчас идем на пятой строчке. Поэтому как минимум зону Лиги Чемпионов мы должны занять. То есть четвертое место это вот наш минимум, максимум. Это вот именно победа в чемпионате. Играем против Саундгемптона, которые идут сейчас на 17 строчке. Но мы будем играть первым составом, чтобы не потерять, не дай бог, как-то очки в английской премьер-лиге. Тем более там сейчас вот матчи сборные. Поэтому к следующему матчу уже оба состава у меня будут готовы. Поэтому даже вот сильным составом сыграем против слабой команды. Поехали. Итак, Ромео Лукаку забил 4 мяча в 3 последних матчах. Он в принципе забил 4 мяча в своей последней игре. Можно было и так написать. В итоге, в итоге Петер Чеп у нас здесь еще и перформанс от болельщиков. Вроде Лукаку стал вторым бомбардированием сейчас в английской премьер-лиге. Тоже хороший результат. Ну, матчи Челси против Саундгемптона. Поехали. Слава богу, у нас Лукаку тогда прям в огне был. А у нас лучшая результативность. За 6 матчей мы забили уже 17 мячей. Жоржиньо накручивает. Накручивает Волкера Петерса. И может быть сам пробьет. И может быть сам пробьет. С левой ноги забивает Жоржиньо. И забивает гол. Первый в сегодняшнем матче вводит нас вперед. Хороший вообще момент. Нараскручивал Волкера Петерса. И забил. Абсолютно заслуженный мяч. Ну, мне кажется, все думали, что будут в дальний бить. Айрискнул, пробил в ближней. Еще и с левой ноги. Там, я так понимаю... Могу ошибаться, но это похоже на спину вратарь. Но не знаю, он, не он. Может быть, ошибаюсь. Жоржиньо забивает второй уже гол в пятом матче английской премьер-лиги. И вот опасный момент. И все-таки мы пропускаем. 70-я минута. Ничего не предвещало. Но вот здесь вот в очередной раз у Сангемтона все-таки получилось. Найти лазейку через нашу оборону. И забил Сантимина. Пятый мяч, кстати, в пятом матче. Лукаку. А вот так вот еще и первым составом играем против Сангемтона. 17-я строчка английской премьер-лиги. Замечательно. Дома. В ничью. Лукаку разворачивает и бить с правой ноги без разницы. Лукаку забивает. Отлично. Хотя бы так. Минимальная победа Челси, слава богу, получилась. Ребята молодцы. Но не молодцы то, что опять пропустили мяч. И так неубедительно отыграли против 17-го места. То есть второе мы громим 5-2. А здесь минимально. У нас куча было моментов. С угловых особенно много били по воротам. Вот вы видите по ИГ на 5 мячей наиграли. Но забили всего лишь только 2. Ну и по оценке лучшим стал Жорджини. У него гол плюс пас. Также гол и плюс пас у Ромелу Лукаку. Ну и 6-0 получили оценку фланговые наши защитники. Перрера и Чилл. Ну что же. У нас замечательная, кстати, статистика. Как видим мы. Лукаку стал практически лучшим бомбардиром. Да, там, Стерлинг. Но Челси поднимается на вторую строчку. Отставание у нас в 6 очков до Манчестера Юнайтеда. Они в нереальной форме. 7 побед из 7. Так что нам нужно как-то в двух матчах, скорее всего, Манчестер Юнайтед обыгрывать. Чтобы как минимум с ними сравниваться. Так, пришло у нас предложение по Сару. Но я вроде его не в аренду уже хотел сдавать, а продавать. Поэтому нет. Отклоняем. Так, а можно как-то вот посмотреть на него. В... там... Не в этом, в центре составов. На трансфер ли я его выставил, либо в аренду. Нет, он в списке аренды. Давайте удалим и выставим его на трансфер. Потому что деньги там не нужны. А его позицию надо нам в любом случае покупать. Игроков. Итак, очередное предложение по Лофтус Чико в Лейпци Квоту. Вот это вот интересное предложение на пол. Там уж точно без права выкупа. Скорее всего, сейчас посмотрим в Лейпциг. Почему бы и нет? Команда тоже интересная. В Лиге Чемпионов должны выступать. Так, краткосрочная. Да, мы принимаем. И по зарплате. Ну, 60 на 40, но в пользу Лейпцига. Это такое вот предложение должно быть. Они хотят 50 на 50. Давайте снова попробуем хотя бы 55 на 45. Ладно, 50 на 50. Надеюсь, что Лофтус Чико согласится на это предложение. Так, САР. Спасибо, что передумали меня в аренду там сдавать. Но как-то здесь это не додумали, что я его сразу же после этого на трансфер выставляю. Он мне тут дифирамбы поет. Так, а вот и предложение по САР быстро вообще пришло. 8 миллионов 100 тысяч нам за него предлагают. А я, в принципе, нашел ему замену. Мне сейчас вот интересно. У меня денег, ну, в принципе, должно на кого-то хватить. Вот нашел ли я вообще. Да, на Пау Торреса нам должно. Я там, надеюсь, как-нибудь хватит. Либо Гомес. Либо Гомес, либо я там вообще их двоих кого-то пытался. Ладно, скорее всего, сначала Гомеса будем пробовать. Потому что я как бы конкурент. Вот, ну, надо сейчас попробовать. Давайте подторгуемся, потому что деньги нам лишние нужны. Поэтому, я не знаю, сейчас попробуем 10 миллионов предложить. Чтобы нам за него отдали. А там будет видно. Так, 10 миллионов, чтобы согласно. Ну, да, замечательно, кругленькую сумму мы за него получим. Надо было, наверное, больше все-таки предлагать. Но в порту, может быть, и раскроется. А там и снова вернется в Челси. Кто знает, может быть, мы его обратно потом и купим. Но, естественно, в деньгах потеряем. Ну, что же, на этом мы и завершаем. В следующем выпуске мы начнем с матча против Брэдфорда. Также там будет у нас Лига Чемпионов. Матч против Арсенала я посмотрел. Так что, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok